Великолепно стартовавшие в чемпионате Дина продолжают терять очки. Уйдя от поражения в первом матче с «Газпром-югрой» лишь на последней минуте. 1-1. Но обо всем по порядку. Игра держала в напряжении до последних секунд. Гости открыли счет со стандарта на 29-й минуте. Причем мяч попал в ногу Николая Мальцева и отскочил ворота Дины. Обидный гол только разодорил хозяев, и подшефные Андрея Юдина еще больше включились в работу. К концу тайма пушкари больше владели мячом, и хорошую возможность сравнять счет упустил Роман Гловацких. В остальных случаях отлично действовал в раме голкипер «Газпрома» Бруна. На исходе 49-й минуты защитник гостей сыграл рукой вблизи своих ворот, и Карлинис уверенно реализовал пенальти. 1-1. Потом 5-4. Знаем, какой классный команда Дина, которой можно разыграть. Это 5-4. Я думаю, что лучше все в этой суперлиге. И все равно момента не было, мы пропустили гость пенальти. Думаю, что команда сегодня... Могу поздравить каждый футболист, сказать, что они были очень достойны сегодня. Если честно, я не очень доволен сегодняшним счетом, потому что, по правде говоря, сегодня мы играли лучше. Мы доказали, что мы великая команда. Если сравнить с предыдущими двумя играми, с Весенарой, то сегодня мы показали гораздо лучший футбол, и я считаю, что мы заслужили победы. И мы все-таки рад, что мы в конце игры сравняли счет. Во втором матче Дина с самых первых секунд понеслась вперед. Алимау уже на второй минуте игры заставил капитулировать вратаря из Югорска. 1-0. Вскоре Югра оправилась и перехватила инициативу. Не прошло и пяти минут, как шикарный пас Кататы разрезал оборону хозяев. В штрафной передачу одноклубника уже поджидал Марсеньо. 1-1. Через минуту гости вышли вперед, отличился Руслан Кудзиев. 1-2. А через девять минут 17-летний дублер оформил дубль. 1-3. Перерыв. Второй тайм «Газпром Югра» начала активнее. Гол не заставил себя долго ждать. Самым расторопным штрафной хозяев оказался Эдер Лима. Кстати, центральный нападающий «Газовиков» и сборная России является лучшим бомбардиром в истории Югорской команды в матчах против Дины. У Лимы уже 21 гол. Сегодня мы 4-4, наверное, лучше играли. Много моментов не забили. Но у них такой класс команды, что они, когда играют 5-4, действительно тяжело кого-то держать. Одного. Там все очень техническая, подобранная, хорошо. И они 5-4. Наверное, одна из лучших команд. Пушкари оперативно перешли на игру в пять полевых. В майке вратаря вышел Дамир Хамадий. И это принесло успех. Мяч забил Ян Кузенок. 2-4. Далее окрыленные диновцы ошиблись при смене. И Эдер Лима практически неприкрытый забил в пустые ворота. 2-5. Футболисты самого титулованного клуба России не опустили руки. И Али Мао еще дважды поразил ворота «Газовиков». 4-5. Кстати, для чемпиона Европы в составе сборной Испании это первый хет-трик в Суперлиге. Конечно, я принял решение перейти на игру 5-4, в которой у нас неплохо получается. И мы могли спасти игру. Нам не хватило буквально чуть-чуть. Думаю, того везения, которого нам не хватало в последних играх. И, к сожалению, сегодня тоже чуть-чуть не хватило. Я расстроен. Беру всю ответственность на себя. Последние минуты прошли очень нервно и напряженно. Но победа так и осталась за костями. Что это отметить, что Дина не может обыграть югорчан уже 21 игру подряд. Александр Бодров специально для Ассоциации Минифутбола России.